14 гектаров. На эту свалку свозят мусор со всего Иваново. Горожанам полигон напоминает о себе регулярно. От задымлений и запаха гари особенно страдают жители близлежащих деревень, а в доте на южной части города. Ивановцы продолжают присылать в нашу редакцию кадры дымящейся свалки. Между тем, еще 18 июня на территории полигона собралась представительная комиссия в составе главы города, специалистов Главного управления МЧС области, Центра профилактики ландшафтных пожаров и представителя полигона. Вместе они обсуждали ликвидацию горения и тления свалки. Работы здесь идут уже больше месяца. На полигон продолжают завозить залу, ее смешивают с отходами. Длительное время на данном полигоне не производились никакие работы, в связи с чем произошло его возгорание. Сейчас происходит за счет работы четырех помп, проливание очагов, где происходит тление мусора. Также работает строительная техника. Чтобы пролить все участки, на которых есть задымление, смонтировали водовод. Воду качают из этого пожарного пруда с помощью электрических и бензиновых насосов. Всего смонтируют один километр труб. Пока что используют только 700 метров. По словам специалистов, прогресс есть. На сегодняшний день все открытые очаги горения удалось ликвидировать. Так как я на сегодняшний день, первый день в должности, мы разбираемся с этим вопросом. И в любом случае на будущее будут приняты все решения для, ну не то, что просто его потушить этот полигон, а именно что-то сделать для того, чтобы на будущее такого не было. Есть варианты разные по России, уже именно те испробованные, понимаете. И который вариант, допустим, подойдет к этому полигону, мы пока не можем выяснить. Между тем, работы по тушению свалки продолжаются сейчас. Ситуация осложняется тем, что основные слои возгорания плотные и находятся глубоко, от 9 до 15 метров. Когда их поливают водой, мусор начинает леть изнутри. Из-за этого образуется задымление. Поэтому точные сроки окончания работ даже специалисты затрудняются назвать. Юлия Семина, Максим Шишкин, телекомпания Барс.